Будет в этом году и, насколько я понимаю, раньше была возвратная и невозвратная жилищная программа. Сейчас осталась только одна. На сегодняшний день реализуется программа под названием «2022». Объем бюджетных рассигнований, что мы смотрим на эти цели, составляет 40 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас 17 получателей, обеспеченные финансированием на сумму 12 миллионов 900 рублей. Вы рассчитываете, что до конца года еще... Мы рассчитываем до конца года использовать средства только в том случае, если будет обеспечен сертификат, выданный, а дальше, соответственно, правоустанавливающие документы, договорку при продаже. Вот у нас, к примеру, в 2021 году я об этом сказал, 27800 направленных. Дело в том, что решений комиссии, значит, коротко о стихийных бедствиях, у нас стихийные бедствия произошли 4-5 июля, 26-27 июля, 14-15 августа. Там наводнения, ураган, значит, позиции по этим стихийным бедствиям следующий. Общий объем надлежащих финансированию по ликвидации посредств стихийных бедствия оценивается в 284 миллиона рублей. Очень масштабные рассуды, несомненно. Вы знаете, поиск средств искался в различных формах, ну и так далее. На сегодняшний день было обеспечено финансирование первые два этапа, это выплата материальной помощи лицам, чьи домовладения пострадали в период вот этих дат от стихийных бедствий. Сумма составила 109 миллионов рублей. 109 миллионов рублей были направлены, соответственно, в районы республики, самый масштабный город, несомненно, и у нас получился, к сожалению, и в Удаурский район. Вот, у нас не было в Ворчале, да, и в ГАА, не было. В основных районах обеспечено. Сегодня начинается финансирование еще одного этапа, это оказание материальной помощи лицам, чьи автотранспортные средства пострадали. Объем на этой цели предусмотрен 11 миллионов рублей. Продолжение следует...